Дитящее захопление, якое переросло у любимую справу у сего життя. Крыху по театральному, але инакш не могло быть, коли говорка иди про головного режиссера Гродзенского областного театра «Лялек» Олега Жужду. Амаль, 25 год, лёс творцы, связанные с Гродзенской сценой, а его спектакли для дорослых и детей представляют белорусское театральное мастатство на международных фестивалях, сбирают узнагороды и прэми. Калі чакать новые планами на даліше, напереданні Дня работников культуры Олег Олегович подзялівся з нашою здымошною групой. У другім класі сыграу роль у лісы у школьном театре. У четвертым сам поставил спектакль. У восьмым створил гурток, каб деці могли гулять лялішне спектаклі. Ліс режиссёры театра для Олега Жужды был предвизначен яшчай у дятінстві. На наступный год будзе 400 годзе, як творца переехав з Могилёва у Гродна, каб поставить све лепші спектаклі на сцене яготы отралялек. Як узгадувай сьогодні, склалася ўсю не адразу. До слова мінавіта да грузінських падмосткаў. У маэстра перші пашатковы были прэтэнзії. Всегда волновала вот эта вот большая сцена, которая как бы слишком велика для куклы и маловато для человека. И вот надо было найти и оптимальный размер кукол, и оптимальное количество живых актёров на сцене. В общем, эта притирка, эта притирка, она долго достаточно шла. Вот, поэтому теперь, зато теперь я могу точно сказать, вот, как, что, какую мизанстану строить и так далее. Знаю, какой свет у нас на что светит, какую куклу видно, какую нет, и сколько занимает так называемое мёртвое пространство. Это, как правило, 30 сантиметров выше уровня пола. Пачынаючи з магічнага люстра пана Твардовскага, якое аутра поставил ў 2000-м годзе, і да адзинокага доміка на Васильевскім, Олегу Олеговичу спадарожніше поспіх і цікавысь дорослых і маленьких глядачоў. Першая выражаўца ў мнозстве дыпломаў, узнагарод прэмій і перамох на усе махчымых, у тым ліку межнародных фестывалях і конкурсах. Другое – ў полных залах. Кога я прохожу с утра к своему кабинету, я обязательно спрашиваю у кассира, ну как? Она говорит, покупаются, покупаются, не волнуйтесь. Это всегда приятно, когда вот этот вот дефицит культуры, когда он оправдан, когда не все могут посмотреть, а хотелось бы, чтобы все, но для этого надо как бы выстроить очередь и покупать билеты заранее. Аншлаги ў двух залах были и падшат часвёртага фестивалю лялишного мастастаства «Ляльки над Нёманом», які ў Верасне прымаў областны центр. Гродзенцам проставили постановки лепших театра ў Беларусі і России і ў Першыню Казахстана і Узбекистана, які ў Звычайным житі не ўбачиш, а на фестывалі – калеласка. У нас был даже в этом году спектакль «Лауреат Золотой маски» известной престижно-российской театральной премии. Из Казани «Авиатор» по такому нашумевшему роману. Это были аншлаги, вот для этого именно и стоят эти приставные стулья, ну, потому что на фестиваль, конечно, было попасть очень сложно. Новый сезон у лялишным театры только пашаўсе. У камерной зале репетируют спектакли «Гисторы одной мати». До слова – режиссёр постановки Дашка Олега Жожды Аглая. Принесут коровы с поля колокольцы перезвон и согласны. На улице грузять декорацы для трёх спектакляў. Одзенокий домик на Васильевскім, чаровны перстёнок, вій страшэная помста. Менавіта гэтае спектаклее чакаюць аматоры ля лишнага мастацтва Мурманска. Далёка зусім не, каже галуны режиссёр. С грузинской труппой за годы ён пабываў ў десятках краін ад Сахаліна да французкага узбережа Атлантыки. Павертані Олег Олегович плануе приступіць до работы над новым спектаклем. Гэтым разом режиссёр знов зверніцца да беларускай класіки. Сымона музыкі Якуба Коласа. Премьера, як чакаяцца, адбудзіцца на початку Снежня.